Это крупная ветряная электростанция в Балтийском море у побережья Дании. Отсюда энергия поступает в сотни тысяч домов. Но, возможно, в будущем это будет ещё и огромная подводная ферма, которая обеспечит людей морепродуктами. Пока всё в стадии эксперимента, который рассчитан на четыре года. Под водой рядом с огромными ветряками специалисты выращивают мидии и морские водоросли. Недавно собрали первый урожай. «Морские водоросли и мидии – низкотрофные морские культуры. Это означает, что им не нужны удобрения. Они поглощают питательные вещества из моря, и в итоге получается здоровая пища». Исследователи отмечают, что сейчас в мире растёт конкуренция за пространство на суше и в море. Подводные фермы на ветроэлектростанциях частично решат проблему. По подсчётам учёных, можно ежегодно производить тонны морепродуктов, используя только десятую часть этого ветропарка площадью 132 квадратных километра. «Очень важно провести эксперимент сейчас, поскольку необходимо найти ответы на многие вопросы, чтобы всё сделать правильно. Поэтому важно проводить такие небольшие испытания перед тем, как реализовывать что-то в больших масштабах». У подводных ферм есть ещё один значимый плюс. Морские водоросли улавливают углекислый газ и преобразуют его в кислород. Это оздоровляет морскую среду. Сейчас многие европейские страны увеличивают площади ветроэлектростанции в Северном море. Так что в будущем подводные фермы могут появиться и там.